Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня, наконец-то, я уже как пять дней приехала в город. Поэтому буду снимать посуду, у кого буду в гостях. Конечно, я у двоюродной сестры Надюшки, и вот хочу показать её посуду советскую. Вот собрала здесь, сколько есть, сколько смогла. И хотя бы их надо показать вам, потому что посуду я очень давно не снимала. Хочу показать чайные пары, сахарницу и блюдце. Начну вот с такой. Много болтать надо, наверное, прекращать. Вот такая чайная пара нашего знаменитого завода Дулёва. Смотрите, мои хорошие. Ну, это, конечно, не глубоко винтажные. Даже, можно сказать, довольно-таки почти современные. Но 2004 года. Ну, конечно, уже тоже с возрастом. Но не советского периода. Ну, они абсолютно неплохие. И вот золотая отводка тоже есть. Деколь красивая с маками. Вот клеймо. Второй сорт. 2004 год. Чем? Зато чашечки. Вот которых у меня, можно сказать, вообще нет чашечек советских. Прямо страдаю. Удастся купить, не удастся. Вот такая красота. Света опять не хватает. Извините, если что, друзья. Вот такое блюдце. Тоже есть. Вот золотые края. 2004 год. Вот эта парочка. Их, по-моему, пять пар. Я все, конечно, не буду показывать. Так. Ну, эта парочка тоже, наверное, 90-х, по-моему, это считается. Полонная коралл, которую вы тоже все знаете. Я часто говорила, показывала. Смотрите, какая прекрасная деколь. С земляникой, скорее всего. И вот такое клеймо. Всем известная. Полонная коралл. С долбышем. Ну, говорят, сейчас они тоже не работают. Это, по-моему, в начале 90-х, что ли, они объединились и вместе немножко поработали. Блюдца, оказывается, вот такие. Я-то думала, это совсем другие. Одиночные блюдца. А оказывается, к этим чашкам. Деколь прекрасная. Вот две пары решила показать. Так, их тоже, по-моему, пять штук. Или даже шесть. Нет, их, по-моему, шесть штук. Все как положено. Это тоже та же пара дулевская. Ну, и к моему удивлению, у сестры оказалась барановка. Я очень удивилась. В наших краях, в Сибири, Омской области, это очень редкий гость, можно сказать. Ну, вот. Знаменитая барановка украинская. Вот такая прекрасная сахарница. И шесть чашечек осталось. Блюдец, как я поняла, нет. Вот такое клеймо, которое вы тоже знаете. По-моему, последнее клеймо, которое ставилось, кажется, до девяносто первого года или чуть-чуть попозже. Вот такой знак. Прекрасная сахарница. Горошек. Люблю тоже горошечек. Так. И вот такие чашечки. Ну, а блюдца есть, но они абсолютно другим. Так. Крышка родная. Вот такие чашечки. Это же одно и то же. Конечно. Я считаю, что это одни и те же. Климо точно такое же. Одинаковое. Барановка. Вот такой горошек оказался. У нее оказались такие чашечки. Их шесть штук. Жаль, конечно, блюдец нет. Здесь вот эта чернота. Это уже я, по-моему, этой щеткой терла железной чуть-чуть. Может, почернела. А может быть, уже от времени ими долго-долго никто не пользовался. Так. О. Блюдца. Ну, это такие же блюдца. Так. А вот здесь вот. Вот такое блюдце. Их два таких блюдца. Это тоже оказалась барановка. Вот два блюдца всего. Вот такое же клеймо. зеленые. А может быть, все-таки от них. Потом, хотя... Ну, вот я не знаю. Нет, по-моему, не родные, мне кажется. Да, по-моему, не подходят. Так что вот это тоже барановка. Я подумала, что вот эти блюдца, думаю, все-таки, хотя цвет, оказывается, отличается. Ну, более-менее подходит. Ну, клеймо посмотрела. Ну, клеймо посмотрела, совсем не тут-то было. Это Прокопьевский фарфоровый завод. Вон, стилизованный олененок. Так что абсолютно таких блюдец несколько штук, и они почти все оказались разных заводов. Вот, смотрите, мой любимый, Владивостокский, который мне всегда попадается. В основном, Владивостокский очень много попадается. Восьмерка и лотос, или тюльпан, как я говорю. Мне нравится, как тюльпан. Вот. А они разве не одинаковые? По-моему, одинаковые. Ну, это все следы времени. Это все уже не отмывается. Так, посмотрим вот это блюдце. Это тоже Владивостокский. Так, а это посмотрим. Так, это тоже Владивостокский, оказывается. Ну, вот. Там Прокопьевское блюдце точно такое же. А это Владивостокский завод. Точно такое же блюдце. Ну, и вот такую маленькую пиалочку маленькую покажу. Смотрите, какие красивые малинки. Тоже советского периода. Позолото немножко потерлось. Здесь вот чуть-чуть заводские дефекты, но ничего страшного. Ну, и проявляется здесь буква К. Вот, смотрите. Ну, вообще-то не знаю. У Копчегайского внизу есть такая типа полоски, а здесь нет. Но рядом с буквой К какая-то типа точки, что ли. Поэтому понять опять не могу, то ли это Копчегайский завод, то ли это Киевский. Тёрло-тёрло. Всё равно что-то осталось. Казалось бы, хорошо чистило. Но ими никто не пользуется. Вот такая миленькая и красивая пиалочка. Ну, всё. Решила разбить на три части. Покажу ещё впереди супницы антикварные. Так. Ну, всё, друзья. Спасибо всем за внимание, за просмотр, за лайки, за комментарии. Удачи вам всем. Здоровья. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!